Солнышко выглядывает. Сначала вроде заснул, потом что-то проснулся, пошел костер развел. Ну и да, я наверное сегодня, после обеда трогнусь отсюда. Да, лес уже потихоньку желтеет. Особенно на телефоне это видно. Дело к осени уже. Не только к календарной. Настоящий. Календарно это уже идет как пять дней. Ой, хорошо как. Ну а солнце-то сегодня пригревать будет. А с утра так я бы не сказал, что прям тепло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, перепад температур создает ветер. Такой сильный довольно таки. Шикарно. Водичка закипает. Хотя можно было и сэкономить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изотоник мне сегодня пригодится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо выбираться отсюда. Там два перевальчика предстоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А тут, по сути, можно по берегу ходить. Можно так огибать мысы, обгибать. Если это позволяет заходить на всякие достопримечательности. До свидания. Надеюсь, в следующей встрече будет не через пять лет. Всю ночь что-то чудилось. Что-то ходит, не ходит. В принципе, тут реально. И медведь ходит, это я знаю. И тигр может, в принципе, прогуливаться. Вчера я щитомордника встретил на скале вечером. Проводил его взглядом. И полез дальше. Да, они тут вот пытались трубу положить. Дорогу нормальную сделать. Ничего не вышло. Там так размыло всё. Изыскание они производили. Какая здесь почва. Просто надо было базу воткнуть. А дай-ка мы тут дорогу сделаем. А почва-то такая здесь, что вот. Сделали русло для реки тупо. Вот тебе и всё. Вся дорога. Два-три метра высотой овраг. Тут надо миллионы, чтобы всё это сделать. И большая техника. Вчера я по верху шёл. А сегодня я что-то попёрся по ручью. Ну и ладно. Что там, что там. Печалька. Да, вот этот самый стрёмный участок с деревом. Я ещё пасаюсь за переключатель, чтобы его не вкоцать. Капец. Покупайте сап-борды и не парьте мозги себе. На сапе тут летит полчаса. Только я его поменял. Мне приключений не надо. Я и так им уже ударился сильно. Так, ладно. Сурова жизнь велосипедистов в этих краях. Не здесь, так в других местах. Тут всё такое всякое разное. Тут не просто кататься с великом. С великом ходить. Не, можно конечно и ехать местами. Но часто всякая засада. Пора уже ехать куда-то. Не толзти. О! Хоть чуть-чуть. Вон. Красота какая. В принципе, даже гружённый подвес управляется нормально. Так. А то где-то беседка есть. Беседка, но она... Где-то там наверху, что ли. Нет, здесь я не поеду. Мне понесёт. Вот. Прям гружённый. Он боковой снос. Прям дикий вообще. Вот уже и цивилизация. О! Надеюсь, меня никто не съест здесь. Есть. Надо меня кусать. О! О! Фу! О! Здравствуйте. Здравствуйте. Интересно у вас сделано. Да. Необычно. Автобус мы его обрезали. Сделали дом. Путешествуем. Вторую жизнь дали ему. Вторую жизнь дали. Там, получается, можно спать, да? Конечно, можете посмотреть. Но там у нас постель всё убрана. Всё убрали. Ага. Откуда-то издалека, да, приехали? В Байкан. Ага. Сейчас до вас не доедем. Да? Никак. У нас там спальное место. Мы просто убрали. Сейчас там матрас открываем. А, ну понятно. Здесь душ, вода, раковина, полочки. Полностью автономно практически. Да. Едем, ни от кого не зайдем. Ясно. Ну как вам нравится тут? А? Нравится здесь? Да, мы были два года назад в другом месте. А в этой здесь в первый раз. Ещё попали в такое время, когда никого... Сейчас хорошо. Сейчас всё. Сейчас все в школу и... Главное такое море тёплое. Солнце шикарное. Да. У нас тоже осень. Холодно. Там можно... Там красивый мыс есть. Вот мы поднимались только вот сюда, видимо. Вот на этот. А говорят, туда и сюда. Там дальше очень красивый мыс. Оттуда часто езжу. Это надо по дороге вот по этой подняться. Там прям до конца, до верха, до верха. И потом ещё чуть-чуть пройти туда. И там будет поворот налево. Ну там тропинка. И тропинка. И там сосны красиво. Потому что люди видим. Я смотрю. И там нахоженная тропа. Мысли Сученко называется. Ага. И там такие скалы. И там вообще очень красиво. Ну да. То есть там прям место такое стоящее место. Ну вот здесь. Ладно. Удачи вам. Спасибо. Вам тоже всего хорошего. Да. Сейчас тут трафик небольшой. Можно и по основным покататься. Там по лесу не мучиться. Ну вот люди с Байкала приехали. Конечно я тут никто не зайдёт. Чего сменяться. Ничего такого криминального то нет. С цепучкой разве что. Блокировать колёса не надо. И разгоняться тоже не стоит сильно в загрузке. На лифте-то я тут проскочил бы. Не заметил бы. База на базе. Ну куда я не поеду. Чего я там не видел. О! Сейчас всё что спустил опять поднимать. Причём поднимать уже до конца там. До победного. Так, ну чё. Есть ещё бухта Ежовая. Но не с такой загрузкой. Ну я в баню. Не полезу я сюда. Потом опять подъём. Потом спуск. Потом приём. Потом опять спуск. Вот как-то так. Красота. На перевал. А дорогу тут знатно размола. Ну да. На пузотёрке тут же крестить будешь. Да, передаточные здесь получше стали. Я заезжаю много где, даже с грузом. Тигровый полос это был. Я их короче в детстве ловил. За пазуху забрасывал. Катался на велике с ними. Пытаются что-то делать. Перевал заехал. В общем спуск и спуск. Ничего такого особо сильно интересного. Можно выключать. На подвесе, конечно, надо спускаться есть. Даже груженому приятнее. Нет долбёжки. Так что отлично, что я выбрал этот маршрут. Не через лес. Вот эта труба, с которой я пересекался там где-то. По ней потаскаться тоже интересно. Но налегче. Машины так по минимуму вообще не мешаются. Здесь такое пылище может быть создавать. Да и то тут надо разогнаться, чтобы пыль еще эту сделать. Тут такая дорога, что я быстрее, чем машины еду. Сейчас попробую догнать, чтобы пыль не глотать. Неделю назад я на машине здесь ехал медленнее, чем сейчас на велосипеде. После тайфунов поразмулало все. Вот вчера я здесь начинал. Вот здесь я вчера поворачивал. Сделал радиалочку, короче. Ну все. Вернулся. Из этих чертог. Спасибо. Спасибо, что посмотрели это видео. Все. Спасибо, что посмотрели это видео. А это у нас дорога. Отличная дорога для техники. Например. Вот так. Ха-ха-ха. Да. Вот так. Спасибо.